Здравствуйте, друзья! Сегодня вы увидите... А это я сегодня обрезала виноград. Сейчас из-под винограда накопаю немного земли в ведро. Все порыхлила. Землю с удобрением нанесла. И еще раз все перемешала, порыхлила. Сейчас полила. Не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Всем добра! Думаете, что это за куча листьев? А это я сегодня обрезала виноград. Не знаю, насколько правильно, в интернете начиталось. В общем, пока как-то так. Ну, я так подозреваю, что я оставила немного лишнего. Ладно, потом еще подрежу. Так. Лоза обрезана. Это на выкид. И... Да, вот здесь хотела показать еще вам. У нас есть еще отросточек. Вот видите, вот один растет. Вот он, небольшой. Так. Вот второй. Если что, весной можно вот этот отсадить. Но это если у меня не получится, если не приживутся вот эти вот отростки, которые я хочу посадить. Сейчас попробовать. Вести сниму. Тут нарезала пять штучек. Вот. И буду я их сажать вот туда, где красное ведро. Сейчас покажу все. Так. Это у меня что? Это сульфат калия, суперфосфат. Этим я буду удобрять виноград. Сейчас 25 грамм калия и 25 суперфосфата. Смешаю с землей и засыплю. На зиму укрою лозу укровным материалом. Только не будет ли ему жарко до морозов. Не знаю, еще почитаю, стоит это делать или нет. Так. А сейчас пойду садить отростки. Здесь выкопала траншею. Думаю, пять штучек сюда влезет. Значит, положила перегной. Лопату смешала с землей. Сейчас полью и посажу вот эти отростки. Вот. Вода впитается. Так. Отростки. на три почки. На три почки. Значит, немного оставить. Где-то вот сантиметров пять, наверное, от почки отрезать. Тут на леверку. Так. Три. Две в землю. Одна получается наружу. И вот эту обрезаем. Листик тоже обрезаем, думаю. Все. Одна готова. Так. Вот эту теперь. Раз, два, три. Вот так вот. Опа. Вторая готова. Раз, два, три. Обрезаем. Третья. это не . их тут две миловато 1 2 3 мистик тоже отрезаем 4 на одну почку посажу одна наружу посмотрим значит две в земле одна торчит я думаю как то так так 2 4 ну и это одно не стоит не стоит вот так вот так здесь вот обрезать надо так ну вот сейчас буду закапывать черенки посажены сейчас их полью и так Я буду делать им парничок. Накрывать пластиковыми бутылками и ставлю на зиму в таком виде. Надеюсь они у меня так не замерзнут. Так, вторая, третья, четвертая, ну и пятую сейчас принесу. Все, сидите, растите, мы весной приедем, я вас открою. Сейчас я из-под винограда накопаю немного земли в ведро, рыхлю оставшуюся. Землю в ведре смешаю с удобрениями и высыплю обратно. Думаю, это виноградику понравится. Ну вот, набрала пол ведра земли. Так, сейчас насыплю колейных удобрений, спичечный коробок. Так. Пересыпаю. Так, соберу остатки. Так, сейчас все перемешаю. Глубоко я рыть не стала здесь землю, чтобы не повредить корни. Сейчас чуть-чуть порыхлю. Что творится, творится ужас. Червяки и сырники. Все. Больше ничего тут нет. Вот это, я думаю, отросток молодой. Это вот от старой лозы, которую мы срезали в первый год. Мы уже не знали, что это виноград. А вот эта лоза, я думаю, это уже прошлого года. А в этом году вот и старая лоза отросточек еще дала. Так, мне тут одной рукой неудобно. Сейчас я доделаю, потом сниму. Все порыхлила. Землю с удобрениями внесла. И еще раз все перемешала, порыхлила. Сейчас полью, чтобы удобрения с водой прошли куда надо. И все. И больше я его трогать не буду. Ребята, смотрите какое сокровище я нашла на чердаке. Старые елочные игрушки. Они, правда, не в очень хорошем состоянии. Некоторые есть побитые, но некоторые неплохо сохранились. У моей мамы был большой деревянный ящик квадратный с елочными игрушками. И все вот такие старые стеклянные в основном. И мне было, не знаю, наверное, лет 12. Чего-то я полезла наверх и решила достать этот ящик. И весь этот ящик свалился мне на голову. Я перебила все игрушки. Мне мама до сих пор это вспоминает. Вот. А здесь, видите, в целости и сохранности. Их можно будет потом покрасить. И они будут как новые. Это 90-х. Такие незатейливые. Совершенно очаровательные в своей простоте. Вот именно. Тоже трещина. Жалко так. Тут маленькая елочка. А там внизу, по-моему, еще елочка. Дед Мороз. Снегурочка пластмассовая. Да, снегурка. Тоже ее надо будет раскрасить. Еще Дед Мороза достану. Краска обрезала. Дед Мороз ватный. Какая прелесть. Посмотрите-ка. Вата и бумага. Хмурый. Что-то ему не понравилось. Достанет, видимо, летом. Жарко. Ой, какой миленький. Рубль шестьдесят. Стол Дед Мороз такой. Вот раньше. Цены прямо на товаре выбивали и печатали. Вот это была стабильность. Еще Дед Мороз. Вот они, наверное, вот эта пора. А у тебя ватной нету снегурочки, что ли? Красивый такой. Ой, я помню такой шарик. Может, уж такой был. Это уже пластмассовый, это уже позднее. Немножко, правда, игрушек. Все равно. Приятно. Посмотреть. Тут битые. Сюда нужно битые сложить, потом из них что-нибудь сделать. Сосунька на макушке. Сосунька на макушке. Сосунька на макушке. Детям, наверное, интересно было смотреть. Ну вот. Вот таким сокровищем я хотела с вами поделиться. Залезайте, группа товарищей, обратно в коробку. Все. Отправлю я вас снова на чердак. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра.